Приветствую вас, якутские кактусы! С вами Фёдорович. А сегодня у нас необычное видео. Я вам покажу не фейковых сенсеев с чудо-приёмами, а мы вспомним про настоящих мастеров кунг-фу и единоборств, на фильмах которых мы выросли. Ну, по крайней мере, моё поколение. Сейчас ютубом творится что-то очень неладное, и мои подписчики не получают уведомления о новых видео. Поэтому прошу вас сделать маленькую махинацию. Отпишитесь от канала, а затем сразу подпишитесь и нажмите колокольчик. Благодарю. Брюс Ли. Одно это имя для поколения олдскула звучит как команда к отжиманиям и перебиванию тополи-вертушкой. Легендарный мастер боевых искусств и актёр, который внёс неоценимый вклад в популяризацию кунг-фу и единоборств по всей земле. Наиболее популярные фильмы «Выход дракона» и «Башня смерти». Джеки Чан – один из самых популярных героев-боевиков в мире. Он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром, а также использованием всевозможных подручных средств в боях. Также он сам выполняет все трюки в своих фильмах, вследствие чего ломал все кости на своём теле. Сейчас он является главным режиссёром в Китае. Снялся в главных ролях более чем в ста фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актёров в мире. Наиболее знаменитые фильмы – это «Доспехи бога» и «Закусочная на колёсах». Жан-Клод Ван Дамм – легендарная личность и кумир для многих пацанов. Но мало кому известно, что Ван Дамм с детства занимался не только пять лет балетом, но и бодибилдингом, а в 1979 году стал абсолютным чемпионом Бельгии по бодибилдингу. Но более того, в этом же 1979 году он становится чемпионом Европы по карате и кикбоксингу среди профессионалов. Также Жан-Клод изучал муай-тай, кунг-фу и тэквондо. Он снялся в более чем 50 популярных фильмах. Самый известный – кровавый спорт, кикбоксёр, уличный боец. Джет Ли – истинный мастер Ушу, который ещё в подростковом возрасте, с 12 до 18 лет, многократно становился чемпионом Китая по Ушу в разделах без оружия и с оружием, при том, что его соперниками были взрослые мастера. С 18 лет он начал сниматься в фильмах, многие из которых являются эталоном для любителей жанра кунг-фу. Такие, как серия «Однажды в Китае». Если вы не видели, обязательно посмотрите. Тони Джа родился в деревне, в семье, которая разводила слонов. С детства пацан запрыгивал на спины слонов, отчего развил огромную прыгучесть. Пересматривая боевики с Брюсом Ли и Джеки Чаном, Тони начал заниматься тайским боксом и муай-бараном. Затем пошел в ученики к постановщику трюков и стал каскадером, пока его не заметили и не предложили главную роль в фильме «Онг Бак», после которого он стал звездой, снявшись в двух десятках фильмов. Чак Норрис – легендарная личность американских боевиков, человек, после которого коронавирус две недели сидел в карантине, мастер карате и чемпион Америки, основатель сети залов по карате. Стал известен благодаря съемкам с Брюсом Ли в фильме «Путь дракона», после чего снялся еще в трех десятках боевиков. Донни Йен – мастер Ушу с очень непростой судьбой. В детстве он с семьей, которая не видела перспектив в Гонконге, отправился в пригород Бостона, где его мать, будучи мастером Тай Цзэ Цюань, реализовала свою мечту и открыла зал кунг-фу, который стал известен на всю Америку. Именно там Донни и начал свои тренировки. Но в 18 лет он попал в банду «Триады», и у него началась жизнь ночных клубов, стрелок и подпольных драк, отчего мать отправила его обратно в Гонконг, где он попал в национальную сборную по Ушу и продолжил тренировки. А в кино он попал чисто случайно, пройдя кастинг на фильм у знакомого своей матери. Донни Йен снялся во многих классных фильмах, главными из которых были фильмы «Ипман». Бенни Уркидес – настоящий профессиональный боец с рекордом в 53 боя, из которых 49 побед на профи-ринге. Несмотря на то, что Бенни начинал с бесконтактного карате, он один из пионеров полноконтактного кикбоксинга в США. Он является постановщиком трюков и боевых сцен в кино, но и сам снялся в культовых фильмах с Джеки Чаном и Ван Дамом. Наиболее популярная – закусочная на колесах и уличный боец. Сам Мохун – известный толстячок из фильмов с Джеки Чаном. При росте всего 168 сантиметров он весил 100 килограмм. Но это не мешало ему выполнять невероятные трюки и акробатику. Но он не просто толстый мастер. Он является актером, режиссером, продюсером и постановщиком боевых сцен во многих фильмах. На его счету более 170 проектов. На самом деле сейчас Само – одна из самых влиятельных фигур в гонконгском кинематографе. В начале 80-х он внес огромный вклад в кунг-фу кинематограф и сделал его таким, каким мы его знаем сейчас. Стивен Сигал – обладатель седьмого дана по айкидо, который показывал эффективность этого направления в своих фильмах. Сам Стивен всегда говорил, что все, что вы изучаете, должно быть эффективно на улице. Даже несмотря на то, что сам изучал айкидо. Снялся во многих популярных боевиках. Одни из них – Тень Якудза и Опасный Человек. Боло Йен – китайский мастер боевых искусств. Который больше известен широкой массе как злодей-качок. С детства Боло начал заниматься кунг-фу. Но в отличие от сверстников, он также увлекся бодибилдингом и акробатикой. Перебравшись в Гонконг, причем вплавь через залив, он открыл там тренажерный зал. После чего его пригласили в кино. На одном из кастингов он познакомился с Брюсом Ли. После чего сыграл в его фильме «Выход дракона». Но, конечно же, его главная роль злодея была в «Кровавом спорте» с фандамом. А также в фильме «Двойной удар». Мишель Йео – малазийская актриса китайского происхождения, которая в 1983 году выиграла конкурс красоты «Мисс Малайзия». После чего снялась в рекламных роликах с Жеки Чаном. А потом начала сниматься в кино. Нужно сказать, что Мишель с детства занималась танцами, а не кунг-фу. Но в фильмах она играла роли мастерицы кунг-фу, что у нее получалось отменно. Она сыграла во многих фильмах, в том числе «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». Фильм про Джеймса Бонда «Завтра не умрет никогда» и даже в «Стражах галактики» Марвел. Марк Дакаскас – американский актер, которого с детства окружал мир единоборств. Его первым сенсеем был его отец, а мачеха пять лет подряд была чемпионом США по кунг-фу. Марк начал участвовать в соревнованиях с семи лет. В семнадцать лет после просмотра фильма с Брюсом Ли Марк отправился на Тайвань изучать буддизм, а позже стал учеником мастера Цзянь и изучал различные направления Шаолиня. Его самые популярные фильмы «Только сильнейший и плачущий убийца». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой же актер ваш любимый и какой фильм самый любимый. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силой вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки «Подписаться», увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Переходи по ссылке в описании и забирай бесплатные видеокурсы по технике ударов, самообороне на улице, эффективной работе на мешках и лапах, физподготовке и увеличении силы удара, растяжке, а также вступай в закрытый клуб, где уже есть 50 готовых, пошагово расписанных тренировок или пройди онлайн-курс, чтобы эффективно тренироваться даже в домашних условиях. Настойчивости в тренировках. Защита! Нога же держит, раз два, переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа! 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 Вот так! Продолжение следует...